Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я всем очень рада, рада, что вы зашли на мое видео. Сегодня будет такое видео-релакс. Я вам покажу свой день. Я собираюсь на работу, вот, крашусь пока, показываю вам. Даже не показываю, как я крашусь, я же не бьюти-блогер. Я вообще с косметикой очень у меня такие отношения не самые лучшие, потому что я, в принципе, краситься-то не очень умею, если честно. Хотела вам просто показать мой день, как я собираюсь на работу, во что я одеваюсь, свою работу, потом я заеду в супермаркет, заеду кое-что сдать из того, что я купила, и решила взять вас с собой. Я надеюсь, что вам будет интересно, ну, просто для разнообразия посмотреть на что-то другое, не на магазины. Я выбрала, что надеть. Если вы помните, вот это вот платье, которое я покупала в Massimo Dutti, я вам его показывала, и я решила его сегодня надеть. Оно как раз очень соответствует погоде, настроению, такое неброское, скромное, без всяких украшений особенных. И, в общем-то, то, что мне хотелось надеть, я только решила надеть его с поясом, и я попробовала разные виды поясов, какой лучше надеть с ним, приложила, потом померила на себя, потом я вам покажу, как я это все примеряла. В общем-то, выбрала, в конце концов, пояс, выбрала украшения, такая у меня есть цепочка, цепь, вернее, такая с медалькой, и выбрала сережки, которые я вам уже показывала, которые мне дарили на день рождения, золотые сережки, которые я очень люблю и много сейчас ношу. В общем-то, стала примерять я разные пояса, вот записала для вас, посмотрите, что вам больше нравится, что вы считаете лучше, что лучше всего подходит. В конце концов, остановилась я на этом поясе. с круглой пряжкой, мне кажется, он как-то больше подходит, у меня медальон вот этот с круглой медалькой, и, в общем-то, мне кажется, что круглая пряжка подходит лучше всего. Это мой аутфит на день, я надела пальто, бежевое такое, ну, такое полупальто, полушуба такая немножко, и высокие сапоги-ботфорты, которые, в общем-то, вышколено, но я ношу их под длинные платья или под длинные юбки, поэтому выглядят они просто как обычные сапоги. Немножко добавила цвета в виде вот таких перчаток малинового цвета, чтобы немножко разбавить такой бежево-черный аутфит, а это я взяла с собой, помните, юбку в Массимо Дутти я заказывала, я вам ее показывала, я решила ее сдать, мешочек от Юникло, который нашелся у меня от Массимо Дутти, у меня мешка нет, и я решила взять с собой ее сдать, заеду после работы в Массимо Дутти, потому что довольно близко он находится от моей работы, как раз будет у меня возможность сдать то, что я там купила, потому что все проголосовали за то, что юбку надо сдать, и я в том числе сама решила, что мне она не подходит. Поехала на работу и забыла пристегнуть ремень безопасности в машине, машина моя запищала, я вспомнила, что я не пристегнула ремень. И заехала я купить кофе, я обычно это делаю по дороге на работу, а работаю сейчас я все еще один раз в неделю, до сих пор, вы представляете, мы работаем один раз в неделю, я работаю с 12 часов дня, то есть я выезжаю на работу где-то в 11, в полдвенадцатого, и покупаю по дороге кофе, и в принципе его так вот целый день попиваю, и это является моим питанием на полдня, который я в принципе нахожусь на работе. Работа у меня скучная, сижу в компьютер, пялись, в общем-то, все время. И мы, да-да, до сих пор еще мы находимся в масках на рабочих местах, и вообще во всех закрытых помещениях, но с 21 марта нам обещали, что маски отменят. Ну, как бы они станут необязательными, но организации, магазины, которые хотят оставить у себя вот это правило, что люди могут находиться в масках, они имеют на это право. Поэтому я не знаю, как у нас будет на работе, я знаю по своему начальству, они очень у нас осторожно относятся ко всему, очень всего боятся, поэтому возможно, что у нас даже на работе оставят правило, что мы должны внутри в помещении находиться в масках. Не знаю, посмотрим. Пока что вот мы до сих пор в масках, дети в школе до сих пор в масках, но очень надеюсь, что 21 числа у нас все это прекратится. Вот иду в торговый центр сдавать юбку от Массима Дути. Решила вам немножко поснимать витрины, ну, просто для того, чтобы, знаете, промыть глаза, что называется. Массима Дути Массима Дути Массима Дути На мое удивление, в Массима Дути до сих пор бушует распродажа, вернее, бушевала. Я была там, если честно, неделю назад, это видео я снимала даже больше, чем неделю назад, тогда еще было очень много вещей на распродаже, но цены почему-то не стали ни на 1 доллар дешевле, я хотела посмотреть, станет ли дешевле мое зеленое платье, которое я тогда купила за 80 долларов, думала, может быть, я куплю подешевле его, но нет. Это магазин Банан Репаблик, наш американский магазин, который мне всегда очень нравился, но в последнее время в нем жутко выросли цены, все ужасно стало дорого, плюс ко всему какие-то вещи стали не очень интересные, в общем, даже не стала заходить туда, может быть, зайду как-нибудь. Заехала я в супермаркет по дороге назад домой, мне надо было кое-что купить, и зашла я в супермаркет, это не самый дорогой, не самый дешевый, один из таких средней руки супермаркет, здесь продается готовая еда на входе, вот перед, собственно, самим магазином, как кафетерий такой, где вы, в общем-то, можете купить пиццу, можете купить суши, какие-то суп, салат, в общем, такие вот вещи, довольно такие, ну, разнообразные, в общем-то, даже довольно вкусные, вот смотрите, как папа с девочкой смешно пританцовывает под музыку, которая играет в магазине, довольно неплохие вкусные вещи, я, как я, вот дети мои любят перекусить в таких местах, в принципе, дешево и сердито, что называется, вроде бы как и не ресторан, и цены намного дешевле, но в то же время, в общем-то, довольно неплохая еда, здесь же продают цветы, всякие сувениры, и вот здесь можно прямо сесть перекусить, есть столики, диванчики, очень мило, все и уютно, пошла я в супермаркет, поснимала для вас, я не знаю, насколько вам интересно наш супермаркет, потому что, ну, супермаркет, обычная еда, продается такая же, как везде, цены очень выросли, я должна сказать, что я вообще, честно говоря, закупками занимается у нас муж в семье, он как-то сходит по магазинам, и он главный такой поставщик еды в дом, он это любит, вот он как бы обычно покупает у нас еду, я хожу в супермаркет редко, когда нужно что-то купить, вот иногда, но не так, не так, вот как за закупками на неделю, а вот просто что-то подкупить, прикупить, поэтому я посещаю супермаркеты довольно редко, и каждый раз, вот я прихожу, когда у меня просто волосы встают дыбом, и глаза лезут на лоб от того, как прям с каждым разом становится все дороже и дороже, это, конечно, все очень печально, и ну что делать, как бы такой мир сейчас, и мы живем в эру невероятной инфляции, и, в общем-то, все, что происходит в мире, и до этого происходило, и происходит сейчас, это все, конечно, всем нелегко, и все очень, все в этом находятся, в общем-то, вместе мы. Ну вот, поснимала вам кое-что в наши продукты, я даже не знаю, если честно, вот опять же, что касается мяса, то у нас тоже муж покупает, он, кстати, готовит в основном мясо, и вот такие вот вещи в основном у нас муж готовит, я так все больше салатики, какие-то гарниры, что-то такое, знаете, на каждый день, а вот такой вот еду-еду, вот мясо у нас по мясу главный, мой муж, он вообще родом из Баку, и, как все бакинцы, он очень хорошо разбирается в мясе, в шашлыки, вот все, что-все, что, так сказать, делается с мясом, поэтому я только вот, проходя мимо, просто снимала вам, чтобы показать, на самом деле я небольшой спец в мясе, цены у нас здесь за паунд показаны, значит, у нас обычно цены ставятся за паунд, паунд это 450 грамм, то есть почти что полкилограмма, ну вот смотрите, это цены в канадских долларах и за полкило, цены, в общем-то, тоже как бы не дешевые, и мы обычно, если честно, то тоже покупаем, ну, мясо на распродаже, у нас, кстати, бывает распродажа на мясо, вот, видите, тоже, значит, цены, это такой, там был отдел такой запакованного уже мяса, а здесь можно было подойти к продавцу и попросить, чтобы он вам сложил, там, 3 котлетки или 4 стейка, или вот как-то так, все, что вы хотите, так вот мы тоже, конечно же, пытаемся поймать что-то на распродаже, я не могу сказать, что мы прям так приходим и все, вот, не глядя, но бывает иногда, когда нужно, нету распродажи, то покупаем то, что есть, но, в принципе, если вот ничего такого конкретно мы не планируем приготовить, то приходим в магазин и смотрим, что сейчас подешевле, то же самое с рыбой, рыба у нас довольно дорогая, просто вот морепродукты в Канаде очень дорогие, и тоже, в общем-то, вот приходишь и смотришь, что есть на сейле, что есть на распродаже, ну, как когда, иногда покупаем как есть, иногда, в общем-то, стараемся купить где подешевле, потому что кому сейчас легко, да, особенно вот последние годы все как бы очень-очень с ценой, очень сильно изменились, ну, выбор, конечно, большой, всего навалом, и, в общем-то, покупай не хочу, бери не хочу, кстати, вот вы заметили, что очень много в магазине мужчин с детьми, это очень принято в Канаде, вот папы ходят в магазин на закупки с детьми, берут с собой детей, покупают что-то, что нужно для дома, что-то, что дети просят, это такой, знаете, как, ну, как семейный выход немножко небольшой, иногда и мама ходит с детьми, но очень часто приходят в магазин с детьми, ну, во-первых, чтобы дети научились, понимали, что почем, что сколько стоит, как нужно совершать покупки в магазине, ну, и, кроме всего прочего, просто это такое провести время с детьми в магазине, купить им что-то приятное из еды, или там иногда в супермаркетах бывают всякие отделы с игрушками, или какие-то одежды даже, в общем-то, это органический отдел, здесь вообще цены запредельные, я органическими продуктами не увлекаюсь, потому что, ну, как бы я не очень верю в их настоящую органичность, то, что это действительно, они абсолютно оргеник, они абсолютно чистые, безусловно, они, может быть, как-то по-другому выращены, в какой-то мере, наверное, ну, вот, я не знаю, вы видите, цены или нет, ну, в общем, вот такие цены, все эти цены за полкилограмма, то есть умножаете на 2, и вы получите цену за килограмм, примерно на 2, так вот, я не очень верю в органическое происхождение, вот, кстати, мои любимые яблоки, 2,50, Granny Smith, это зеленые яблоки, они очень сочные, твердые, они очень сладкие, вот это то, что я люблю, я не верю в органическое происхождение продуктов, которые продаются в обычных супермаркетах, то, что на самом деле органическое, это то, что растет у кого-то на огороде, все остальное, это, в общем-то, я даже слышала, у меня одна знакомая работала на какой-то фабрике, которая производит еду, она сказала, что в органические записывают все, если они запакованы в органическую коробку, если там, как бы, процент, вот, удобрений, химозы, которые используются в еде, чуть меньше, чем в обычной еде, то они уже себя провозглашают, что они органическая еда. На самом деле, понятие органической еды, оно очень растянуто, нету конкретного, как бы, квалификации, объяснения, что под собой подразумевает еда органическая. Кто угодно может написать на своей баночке оргеник, органическая, и продать ее в три раза дороже, чем другую еду, поэтому я, если честно, не очень в это верю. Ну, и вообще, как бы, мы всю жизнь, извините, жрем, что попало, поэтому, в общем-то, нечего уже и начинать, как бы, нечего привыкать. Я вообще считаю, что мы настолько привыкли к этой химозе, что нам она уже не страшна. Ну, и напоследок, вкусняшки, как всегда, не отпускают, выходишь из магазина, а тут тортики, пирожные, тортики, пирожные, как бы, так, посмотрим, посмотрим, оближимся и пойдем дальше, потому что вкусненькое, сладенькое, нам, как бы, ну, лучше, лучше этого всего не есть. Все, дорогие мои друзья, наконец-то я добралась до машины, наконец-то я собралась, я еду домой, уже вообще совсем темно, я включила свет в машине, чтобы немножко, немножко подсветить себя, чтобы не была такая темная съемка. Я очень голодная, ничего не ела, потому что я вот на этом своем стаканчике кофе, который я купила в обед, фактически, перед работой, и так я его, знаете, пью потихонечку, и таким образом себя насыщаю. Все, поехала домой поужинать, но сначала заеду забрать машину, потому что у нас обещали невероятное поднятие цены на бензин. Один день у нас поднимется бензин. Это неслыханное поднятие, такого никогда не было. Я понимаю, что на всю жизнь не назаправляешься, но хотя бы вот на ближайшие дни, чтобы вот хоть пару долларов сэкономить на этом поднятии невероятном. Все, спасибо, что были со мной, все, кто досмотрели до конца, и, в общем-то, прошли этот день со мной, и люблю, целую. С вами была ваша дита из Канады. Увидимся в следующем видео. Пока-пока-бай.